О том, что для бывшего фордовского завода во Всеволжске неожиданно нашелся покупатель, на прошлой неделе стало известно из интервью губернатора Ленинградской области. Правда, тогда Александр Дрозденко отказался назвать будущего владельца. Напомним, что этот конвейер остановился летом 2019 года, как только Форд принял решение свернуть выпуск и продажи легковых моделей на российском рынке. До этого предприятие мощностью 125 тысяч автомобилей выпускало «Фокусы» и «Мондео». Впрочем, как сообщает «Деловой Петербург», к выпуску автомобилей ленинградская площадка больше не вернется. Ее покупает подразделение промышленного концерна «Хёнде Групп» для производства автомобильных чехлов. В бывший фордовский завод будет вложено около 7 миллиардов рублей, а численность персонала составит 520 человек. Очевидно, что главными потребителями этих самых чехлов окажутся марки «Хёнде» и «Кия». Стоимость сделки не уточняется. Однако ранее телеграм-канал «Русский автомобиль» намекал, что она невысока. Дескать, крыша основного здания протекает, а коммуникации требуют серьезного ремонта. И продолжая тему российских заводов, «АвтоВАЗ» неожиданно загадал поклонникам загадку, опубликовав силуэт некоего автомобиля. Фанаты «Лады» быстро распознали контур «Х-Рея». Однако идея авторов публикации осталась непонятной. Одна часть поклонников бренда предположила, что завод намекает на скорое появление свежей модификации модели. Другие уверены, что пиарщики российской марки номер один всего лишь устроили обыкновенную угадайку. В любом случае, надеяться на рестайлинг «Лады» X-Ray не приходится. Как рассказал телеканал «АвтоПлюс» глава проекта Олег Груненков, высокий хэтчбэк проживет без обновлений вплоть до своего финала, назначенного на 2025 год. И еще одна новость, посвященная марке «Лада». В Тольятти планируется выпуск седельного тягача на базе классической «Нивы». Такая машина сможет перевозить негабаритные, но достаточно легкие грузы на небольшие расстояния. Проект разрабатывает не «АвтоВАЗ», а коллаборация, куда вошли фирмы «ВисАвто», «СуперАвто» и центральное СТО «Тольятти». Притом команда планирует выпускать не только тягачи, но и бортовые грузовики.